Молодые, но уже опытные управленцы собрались в этом зале, чтобы поделиться успехами проделанной работы в рамках обучающей программы «Муравьев Амурский-2030». Обучение длится один год в несколько этапов, и сейчас они перешли к стажировке. Большее количество курсантов приехали в Приморье, чтобы попробовать себя в местных органах исполнительной власти. Приморский край, как мне видится, он очень сильно и быстро, динамично развивающийся регион. И, как мои коллеги уже сказали, тут очень много компетенций и очень много возможностей для развития именно отрасли. Айян Гаврильев переехал в Приморье из республики Саха, Якутия. Он разработал проект, связанный с развитием беспилотных авиационных систем. У других участников есть не менее амбициозные темы. Например, связанные с развитием приграничных территорий Приморского края. Мы считаем, что Дальний Восток, у него огромный потенциал, и он далеко еще не используется в том объеме, в котором это можно делать. А кто это может делать? Только мы, своими руками. И мы, конечно же, всегда опираемся на опыт, на мнение молодежи, поскольку молодежь более продвинутая, более активная, более смелая, что ли, в принятии решений. Осваивать Дальний Восток, а тем более Приморье, еще интереснее, считает Вера Щербина. Ведь талантливую амбициозную молодежь после этого обучения приглашают на работу в краевое правительство. Кроме этого, им предоставляют арендное жилье ниже рыночной стоимости. Напомним, сейчас на официальном сайте обучающий программу «Муравьев Амурский-2030» стартовал набор на третий поток обучения. Заявку можно оформить до 15 марта. Редактор субтитров А.Семкин